здравствуйте этот наш спецвыпуск блога святая земля сегодня будет посвящен ответом на ваши вопросы и высказывания которые мы прочитали в комментариях к нашему последнему видео естественно что мы не могли отвечать каждому это заняло бы слишком много времени тем более что вопросы многие повторялись вот поэтому мы и решили сделать такой один общий спецвыпуск где мы ответим на основные вопросы мы их сгруппировали так скажем по темам и вот самое первое это естественно на чьей же стороне все-таки мы находимся в этом конфликте который происходит сейчас между вселенской церковью новообразовавшейся церкви на украине и московской патриархии являемся ли мы агентами или сотрудниками или почитателями или однозначными сторонниками вселенского патриарха в орфоломея его политики а каково наше отношение к патриарху кириллу и московской патриархии и так далее но вот постараюсь быть максимально краткой если уж кто-то опять чего-то не поймет но тогда уже не знаю тогда наверное просто остается отписаться от нашего канала и не смотреть больше наши видео и так вы наверное удивитесь но мы находимся на стороне евангелия и господа нашего иисуса христа мы с рафаэлом убеждены что являясь членами определенной церкви а мы принадлежим к иерусалимской патриархии по той простой причине что мы просто живем на ее канонической территории соответственно мы считаем себя и являемся членами патриархии здесь и наши дети были крещены да и наш брак был оформлен и так далее соответственно мы не считаем что являясь членом определенной патриархии нужно полностью отключать мозги и абсолютно подобострастно почитать своего патриарха своих архиереев не сомневаться никогда в истинности их решений и в общем короче говоря находиться под таким вот как бы скажем гипнозом до гипнозом церковной власти мы стараемся сохранять самостоятельность мышления независимость мышления и поэтому относясь с полным уважением и к вселенскому патриарху и к московскому патриарху и к иерусалимскому патриарху мы допускаем с любовью и рассуждением разумную критику их действий когда мы это видим на вопрос почему мы имеем на это право и кто мы такие не в свои сани не садись я отвечу чуть позже это следующими пунктами у меня идет так вот соответственно если мы присутствуем на богослужениях где поминаются все эти патриархи у нас в иерусалиме это так то соответственно наверное другой позиции быть и не может и вообще у верующего человека в нынешний лукавый сложный век наверное по-другому быть и не может о том как опасно исповедовать одну единственную правду истину особенность это замешано на политике мы уже говорили в предыдущем видео я не собираюсь это здесь повторять об этом-то оно собственно и было они умение слышать и понимать другую сторону вот этого мы стараемся с рафаэлом избегать итак о вселенской патриархии вселенском патриархе им собственно говоря киевской митрополии это уже следующий вопрос и следующий вопрос именно такой вселенский патриарх вторгся на не каноническую не свою территорию и какое он имел право там распоряжаться вот здесь нужно разобраться очень точно и очень конкретно с историей мы как историки естественно нам всегда интересна именно эта составляющая дело все в том что киевская митрополия так называемая да которая впоследствии разделилась до наша церковь русская разделилась на киевскую митрополию московскую это уже произошло в 16 веке но изначально наша церковь называлась митрополит полкиевский всея руси да то есть соответственно это был центр она с самого своего основания то есть 10 века скрещение руси и до 15 века принадлежала к константинопольской церкви абсолютно совершенно точно она являлась епархией константинопольского патриарха и все епископы которые являлись киевскими всея руси были греками по национальности и были ставленниками константинополя да то есть патриарх константинопольский тамошний сенот их избирал он их назначал на русь в 1448 году произошло очень важное событие когда в москве именно был поставлен первый киевский митрополит русский его звали иона владыка иона рязанский и этот момент очень важен потому что на него чаще всего опираются все историки считает и как бы началом уже до автокефалии на самом деле это абсолютно неверно такого не было он был поставлен скажем так без согласия константинопольского тогдашнего патриарха но с уведомлением оного о том что такой митрополит поставлен почему это произошло почему произошла вообще необходимость возникла поставить русского митрополита а не ждать греческого назначения по той простой причине что во первых московское царство тогда очень усиливалась и царь василий второй был заинтересован в независимости да чисто политическое решение а во-вторых константинопольский патриарх того времени мефодий был униатом и вот московская патриархия вернее московская киевская метрополия на тот момент не отделилась киевская метрополия не отделилась от константинополя а только лишь и спросив благословения правда задним числом но все-таки спросив и выразив свою всяческую лояльность назначила русского своего митрополита ссылаясь на то что предыдущий и сидор который был греком он был униатом и он был заключен за это в чудо в монастырь потому что он провозгласил в москве унию с католиками которую приняли на флорентийском соборе знаменитым и соответственно а потом оттуда бежал и киевская метрополия осталась без митрополита и тогда избрали иону однако сам тот факт что и спрашивается благословение у патриарха униата и выказывается ему в письме всяческие почести и почитание уже говорит о том что на тот момент как это не смешно звучит но киевская метрополия до было фактически униатской потому что она признавала собой власть униатского константинопольского патриарха дальше происходит изменение в византийской империи падение византии захват константинополя турками султан да к тому времени другой уже патриарх тоже униат бежит в рим и мехмед второй мусульманский правитель османской империи завоевать константинополя ставит православного патриарха в константинополь которым стал святой святитель геннадий схалари соответственно получается что теперь нет проблем да все в порядке можно дальше подчиняться константинополю потому что там теперь нормальный православный канонический патриарх а нет москва ставит 2 3 митрополита уже даже не спрашиваясь хотя они знали об этих изменениях но не спрашиваясь уже даже разрешение таким образом москва фактически отделяется от константинополя но я имею ввиду москва потому все-таки центр был москве князь был московский особенно при иване третьем это происходит сильно но митрополит только лишь третий из них стал именоваться московским окончательно а так он был киевский всея руси дальше происходит разделение между киевской и московской митрополии то есть по сути дела киевская митрополия являлась частью московского частью константинопольского патриархата до 17 века то есть это была юридическая территория константинопольского патриархата да то что мы называем вселенский патриарх соответственно москва отделяется и только 140 лет спустя после этого отделения не канонического раскольнического по-другому до получает томас то есть разрешение о своей автокефалии а вот киевская продолжать находиться под управлением константинополя и в 17 веке опять же через политические определенные необходимости скажем так и спрашивает опять же константинополя отпускную чтобы разрешили соединиться с московской митрополией к этому времени уже московские митрополиты именуются патриархами опять же да так 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 политически исторически сложилось соответственно то что патриарх варфоломей вот таким одним розчерком пера в 2018 году забирает обратно решение отпускное данные его предшественниками вопрос очень неоднозначный на первый взгляд конечно это юридическое и каноническое нарушение своих прав да ведь церковь на свободу отпустили выбор был сделан однако если мы посмотрим почему он это делает ты поймем что здесь не все совсем так просто дело все в том что в 1990 году происходят очень важные события во первых украинское государство получает независимость во вторых украинская церковь которая по-прежнему руководится московской патриархии получает автономию не автокефалию но автономию то есть да свободу определенную степень свободно тем не менее митрополиты все ну митрополит всея украины до киевские все украины должен утверждаться благословляться все-таки патриархом московским да но и конечно существует масса связей с москвой с россией да об этом даже не нужно говорить это и так понятно и дипломатических связей и политических и финансовых любых других мы с вами знаем что на украине существовало существовало всегда как бы две силы та сторона которая больше тянется к москве к россии и та которая хочет независимости полной независимости украины чтобы она стала таким же государством как например польша или сербия или болгария да то есть государством совершенно самостоятельным и соответственно хочет и церковной самостоятельности и независимости этот вопрос поднимался не раз еще при патриархе пимени при патриархе алексии вопрос о том не дать ли автокефалию и даже последний митрополит владимир он говорил автокефалия будет достижением как бы венцом наших трудов надежд и молитв но для начала нам нужно добиться единства внутри себя то есть иными словами он не отрицал и не высказывал что нет я всю жизнь хочу быть при москве нет конечно он тоже хотел но он понимал что на тот момент это было невозможно потому что сперва нужно добиться единства внутри самой церкви а потом уже становиться автокефальной церкви и вот поскольку дипломатические церковные шаги как мы с рафаилом независимые свободные блогеры думающие верующие образованные люди считаем что не были совершены необходимые дипломатические шаги было бы гораздо проще если бы эти вопросы были решены у себя дома без вмешательства внешней третьей силы то есть селенского патриарха если бы патриарх кирилл или предыдущий да патриарх алексей поконный смогли бы все-таки вынести это решение и наконец-то освободить так сказать от уз украинскую церковь и предоставить им ту свободу которой в общем то большинство людей хочет и хотела а здесь мы подходим к следующему вопросу откуда я все знаю мы же не живем на украине мы ничего не знаем но во первых мы 13 лет до ковида работали с паломниками каждый божий день и конечно у нас было много паломников с украины и принадлежащих московскому патриархату который мне говорили да мы принадлежим но мы бы очень хотели чтобы была украинская церковь но только каноническая пока она не каноническая мы конечно принадлежим к московской патриархии мы не хотим быть раскольниками с филаретовцами а если будет наша каноническая украинская церковь конечно мы очень этого хотели я и такие разговоры много раз велась и со священниками в том числе а были другие которые говорили нет у меня и дед и бабка все вот нет мы хотим принадлежать только к москве точно также мы работаем ли мы работали с паломниками и которые принадлежали, например, западной Украины, да, люди, которые даже по-русски-то они говорят с большим трудом, я всегда переживала, как же вы будете меня понимать, они говорят, ничего, мне по-украински говорят, мы понимаем, но только говорить не можем, я говорю, а вы мне говорите по-украински, я вас прекрасно понимаю, только ответить не могу, так мы с ними общались, они мне по-украински, я понимаю, отвечаю по-русски, то есть мы сейчас переписываемся, у нас есть в друзьях и владыки, и священники, и с разных сторон, и от Вселенской Патриархии в том числе, поэтому у нас есть довольно богатая картина, нет, разумеется, когда человек живет внутри, он что-то видит по-другому и знает, но иногда со стороны, как ни странно, вот именно холодным, спокойным умом можно оценить ситуацию вполне верно, и поэтому я не думаю, что легитимно здесь говорить, раз вы там не живете, вы не имеете права, к тому же мы говорили об этом конфликте, о его отражении на Святой Земле, о том, как это докатилось до нас, и что этот конфликт означает у нас, соответственно, имеем полное на это право, как жители и христиане Святой Земли. Ну так вот, и в результате, что получается с вмешательством патриарха Варфоломея? Конечно, это действие американского полицейского, конечно, это действие грубой третьей силы, которая просто навела порядок, но с другой стороны, по социальным опросам, проведенным в Киеве, в крупных городах, в разных частях Украины, только 12.8% людей ходят и принадлежат, считают себя принадлежащими к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Остальные 28,9% сказали, что они считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины, то есть к той, которая была филаретовской, а теперь стала принадлежать Вселенскому Патриархату. Остальные заявили, что мы просто православные, ходим вообще везде и всюду. Кроме того, обратился президент Украины, это уже очень важный момент, потому что президент Украины обратился к Вселенскому Патриарху, и его просьбой поддержал ряд епископов Украинского Синода, которые попросили эту независимость. Соответственно, здесь инициатива исходит от государства. Переходим к следующему вопросу. Этот проект создан президентом Порошенко, и это всё политика, это всё Америка, это не имеет отношения к православию. Дорогие мои, а кто создал Московскую Патриархию? Товарищ Иосиф Сталин. А кто поставил Геннадия Схалария, Константинопольского Патриарха? Мехмед II. А кто решал вообще все вопросы в Византии? Император, да, и церковный в том числе. Соответственно, кто собрал Первый Вселенский Собор? Император Константин Великий. Соответственно, вообще православную церковь можно назвать личным коммерческим проектом императора Константина Великого. И многие светские историки, неверующие, которые не именуют его святой, а равноапостольный царь Константин, называют его император Константин Великий, они так и считают. Соответственно, такие выводы не должны нас пугать. Да, конечно, в современном мире церковь и политика очень сильно связаны. В этом плане мы не видим с Рафаилом никакой разницы между Московской Патриархией, Вселенской Патриархией, ну и, в общем-то, большинством других. Пожалуй, отдельно стоит только Грузинская. Все остальные очень крепко связаны с государством. И это так. И, соответственно, здесь говорить о каком-то отличии Вселенского от всех остальных, да, то же самое. Абсолютно одно и то же. По поводу экуменизма. По поводу экуменизма, да, у нас верующий президент Владимир Путин, и то, что патриарх Кирилл тоже верующий с ним связан, это хорошо. А вот патриарх Варфоломей связан с Байденом, который вообще католик, и вообще патриарх Варфоломей, он за экуменизм. Могу вам сказать, что нам с Рафаилом абсолютно не симпатизируют те вещи, которые сейчас проводит Вселенская Патриархия. Объясню, дорогие мои, разницу. Во-первых, слово экуменизм, вот сколько вас сейчас слушает, вот каждый понимает что-то свое. На самом деле экуменизм – это объединение всех христиан обратно в единую церковь. Для такого объединения необходимо, первое, решение канонических расхождений, серьезных, которые в основном это православные католики, потому что все остальные отпочковавшиеся уже от католицизма, протестантизм и прочие. Соответственно, нужно решение серьезных догматических, канонических вопросов с католиками. У нас есть с ними разногласия. Кроме того, папа римский должен признать себя просто епископом или патриархом, таким же, как Кирилл, Феофил, Варфоломей и так далее. То есть одним из. Варфоломей уже сказал, что если такое произойдет, он согласен признать его старшим среди равных, а самому отступить на второе место. Замечательно. Но вот тут наступает вопрос, а как с догматическими вопросами? Если догматические вопросы решены не будут, то есть, соответственно, католицизм не отступится от определенных своих, как мы православные считаем, догматических заблуждений, то значит, мы православные должны принять католический догматизм и их каноны. Соответственно, тогда это уже не экуменизм, это уния называется. Уния – это когда чисто технически поп Василий со своими прихожанами решил подчиняться римскому папе, его поминать и причащаться то у них в храме, то в соседнем костюле у католического священника. Это называется уния, это не экуменизм. Поэтому само по себе слово экуменизм – это не ругательное слово, это, в принципе, правильный процесс церкви, естественно, стремятся к диалогу, к объединению, но только каким путем, за счет чего, на сколько православию придется сдать свои позиции. По мнению православных, наши каноны, наши догматы, наша вера, она наиболее полно сохранила древние святоотеческие предания, решения Семи Вселенских соборов, нежели чем католицизм. Там богословская мысль допускала разные вольности и отклонения, по нашему православному мнению. И, соответственно, поэтому, естественно, что смотря какой ценой этот экуменизм будет достигаться. Если же вы принадлежите к московской патриархии, те, кто сейчас слушают меня, то вы прекрасно знаете, как владыка Иларион Алфеев на днях встречался с кардиналом Кохом, как владыка Ануфрий на праздновании независимости Украины тоже встречался с католическим кардиналом, представителем папского совета и так далее. И та, и другая церковь, вообще московской патриархии участвуют во Всемирном совете церквей. О каком экуменизме в Рафаломее мы вообще говорим? Экуменизм есть везде, только не обязательно этот экуменизм должен быть с ругательной интонацией. Это говорит о стремлении церквей к объединению, диалогу, взаимодействии. Прекрасно, это нормальный процесс. А вот насколько там уже будет отступление от православия, это уже надо смотреть в каждом конкретном случае. И это касается и московской патриархии, и вселенской. Поэтому еще раз, мы не стоим однозначно на стороне патриарха Варфоломея во всем, или патриарха Кирилла во всем. Мы смотрим на их действия и стараемся, сопоставившись со священным писанием, со своим разумом логическим, спокойным, бесстрастным по возможности мышлением, дать ему оценку. И, соответственно, занимаем определенную позицию. Возвращаясь к истории с Украиной, то, что вмешался вселенский патриарх, это плохо. Но то, что он вмешался закономерно, потому что те, кто должны были этот вопрос решить раньше, его не решили. Упустили возможность грамотно, дипломатично, с братством и миролюбием его решить. Ничего плохого не было бы, если бы на Украине сегодня мирно существовали Украинская Православная Церковь Московской Патриархии и Православная Церковь Украины Вселенского Патриархата. Так же, как в больших городах в Европе, те, кто из вас там живет, подтвердят, да, и мы это знаем в Иерусалиме также точно. На соседних улицах находится русская духовная миссия Московского Патриархата, русская духовная миссия РПЦЗ, то есть зарубежной церкви, которые между собой вполне общаются, и также рядом может находиться представительство Вселенского Патриарха, Румынской Церкви, которая вообще служит по новому стилю, в отличие от нас, да, и так далее, и все между собой вполне умеют общаться. Не значит, что они друг друга обожают и совсем согласны друг с другом, происходит прямо такое слияние душ. Нет, но они вполне имеют братскую любовь и вежливость друг к другу. Это можно видеть за границей везде, где Вселенская Патриархия соседствует с Московской до недавнего раскола, они вместе пили чай и общались, и прихожане ходили один туда, другой сюда совершенно спокойно. Соответственно, ничего бы такого плохого не было, если бы на Украине было то же самое. Поэтому мы с Рафаэлом убеждены, что если в этом конфликте неправы обе стороны, то немножко более неправа все-таки Москва, которая довела до этой ситуации, довела до того, что сейчас разумные верующие люди пишут сатанисты, иуды, предатели, пышут злобой, ненавистью к своим же братьям-христианам, таким же православным, как они, что политика закрывает глаза, что люди выбирают политическую правду вместо правды евангельской, и еще и считают, что они Божье дело делают, защищают Божью истину. Истину Божию с кулаками не защищают, и с автоматом в руках, и с проклятиями, и с обвинением всех в фашизме, экуменизме и сатанизме. Так Божью правду не защищают. Это не евангельский путь, Христос такому нас не учил. Ну и, наконец, последний вопрос. Какое мы право имеем говорить об этом? Мы являемся свободными, независимыми блогерами, то есть фактически журналистами. Такое сейчас понятие есть, уже даже это считается профессией. И, соответственно, мы имеем право высказывать свое мнение. Если кого-то оно не устраивает, ну хорошо, можно не смотреть. Это же не Советский Союз, не первый канал центрального телевидения. Соответственно, вам не нравится наше мнение? Замечательно, не смотрите. Наше дело говорить искренне о том, что мы считаем важным, нужным, полезным, и то, о чем у нас болит душа. А как вы поняли, раскол, который произошел между Вселенской Церковью и Московской Патриархией, не только дело России и Украины. Это рана на теле церкви. А когда у раны не останавливается кровь, человек может умереть. Соответственно, останавливать эту кровь нужно всеми силами, а не, наоборот, эту рану раздирать еще больше, так, чтобы церковь умерла. Соответственно, останавливать эту рану может каждый на своем, как говорится, рабочем месте. Тем, что он примирится с соседкой, подругой или сестрой, с которой он уже непримиримый вражде из-за того, что она раскольница, а я истинно православная, или наоборот. Что приходы начнут писать своим владыкам с двух сторон. Примиритесь, пожалуйста. Мы, как люди, хотим примирения, мы хотим мира между собой. На разных уровнях. Я не знаю, кто слушает, может быть, сейчас меня слушают архиереи, я же не знаю. Соответственно, мира искать любыми путями. Худой мир лучше доброй войны. А что касается экуменизма патриарха Феофила, что он, простите, Варфоломея, я про Феофила сейчас тоже скажу отдельно, патриарха Варфоломея, что он, мол, на Украине произведет унию с католиками. Если дать ему волю, то вся Украина станет католической. Во-первых, я думаю, что это довольно смелые прогнозы, скажем так. Опять же, если бы русская православная церковь в московской патриархии примирилась с патриархом Варфоломеем, то она могла бы легитимно существовать на его территории, и спокойно люди могли бы выбирать, куда они хотят ходить. Пусть прихожане голосуют ногами, как говорится. Вот пойдут все в московскую патриархию, и никто не пойдет во Вселенскую. Вот и победа. Зачем воевать с танками и с кулаками? Все очень просто. Пусть люди выбирают, кому они верят больше, кого они больше хотят. То, что есть большой процент украинцев, которые против Москвы, это очень понятно. Освободиться от империи точно так же мечтала и Грузия, у которой, кстати, свой католикоз грузинский, свой патриарх. Есть ничего, все нормально живем с этим. Также мечтала и страны Прибалтики, и многие мечтали освободиться. Опять же, я это знаю не из газет, у нас личное общение на протяжении моей жизни с разными людьми бывало, и я разные речи на эту тему слышала от людей. Соответственно, чего тут удивляться, что украинский народ, часть населения Украины хочет отделения от Российской империи, соответственно, от Российской церкви хочет полной независимости. Это логично, это исторически логично. Если без страстей и без эмоций на это посмотреть, то это очень понятный процесс. Также он понятен патриарху Варфоломею и монахам святого Саввы, потому что они без страсти смотрят на это, они смотрят на это духовным, спокойным взором. Отпусти, смирись, и Господь благословит и восполнит. Вот их отношения. Соответственно, мы только это и передали. Наши отношения вы теперь видите и знаете, я попыталась максимально его сейчас вам озвучить. Ну вот, я думаю, что мы ответили на все вопросы. Я думаю, что всё уже ясно, и можно на этом закончить наш сегодняшний специальный выпуск блога «Святая земля сегодня». Мы надеемся в воскресенье порадовать вас новым рядовым выпуском о каком-нибудь интересном месте и снова о какой-нибудь интересной теме. И убедительно просим тех людей, которые не находят в себе силы спокойно, рассудительно, разумно воспринимать информацию, а приходят на наш канал с кулаками и криками, просто покинуть канал. Потому что мы не будем отвечать на ваши комментарии, разве что в таком общем видео, что является скорее исключением, чем правилом. Мы просто будем их игнорировать, потому что устраивать крики, драку, ссоры, раздоры на страницах комментариев – это самое глупое занятие, которое можно сделать. Я надеюсь, что я всё объяснила. Я надеюсь, что те, кто с нами, останутся с нами. Те, кто решат после этого видео покинуть наш канал, всего самого доброго. Желаю вам искренне в жизни найти настоящую правду. И желаю вам всяческих успехов и благословения Божьего. Ну а я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья. До скорой встречи на нашем канале.